Приветствую вас! Исходя из постановки вопроса, я рискну предположить, что вам нравится ваше состояние депрессии, и вы видите в этом для себя какую-то выгоду, какой-то плюс. Возможно это повод обратить на себя внимание других людей, возможно это повод просить помощи у тех же других людей, то есть здесь вариантов на самом деле довольно много, но почему я так говорю, да, потому что вы совершенно очевидны, то есть если вы знаете, что такое депрессия, то вы наверняка знаете, что при депрессии, при депрессии радоваться жизни нельзя, и получается, что вы задаете вопрос, который как бы прозворечит нам в себе, то есть вопрос, который в себе же и содержит ответ, вопрос, который является с точки зрения логики, с точки зрения подстановки его, этого самого вопроса, неправильным, потому что если у человека депрессии радоваться жизни он не может, это нормально. Да, да, то есть это так же, как например, как может бегать человек со сломанной ногой, допустим, или как может человек там пить, например, вино, если у него там, допустим, проблемы с печенью, ну или всякое такое, да, то есть вопрос, который исключает ответ, прямой ответ на него, на вопрос. И исходя из этого, у меня складывается впечатление, что вы не хотите получить, получить ответ на твой вопрос, вот, или хотите получить ответ такой, который очень просто решал бы вашу проблему, да, то есть так, чтобы вам вообще ничего делать бы не пришлось. Хотя, на самом деле, получение радости от жизни, это ответственность самого человека, то есть только вы можете получать удовольствие от жизни, только вы и никто другой. То есть за вас, за вас никто не может получать удовольствие от жизни в принципе, вот, а чтобы вам получать удовольствие от жизни, необходимо определить, что вам нравится, вспомнить свои желания, вот, поработать с чувствами и так далее. Потому что депрессия, потому что депрессия или депрессивное состояние, это состояние, когда человек игнорирует все свои чувства, все свои желания и руководствуется исключительно, исключительно, только такими категориями, как, такими категориями, как, надо, должен, обязан, нельзя и так далее, и так далее. При таком раскладе, при таком раскладе, естественно, естественно, у человека, да, будет депрессивное состояние, никакой радости жизни не будет. Радоваться жизни ребенок, радоваться жизни хочу. А в данном случае, если вы говорите только о, должен, обязан, нельзя, можно и так далее, в данном случае радости никакой нет. Поэтому, тут вот, если говорить о том, как можно радоваться жизни, да, то, соответственно, радоваться жизни можно, если раскрыть ваше детское состояние. Это работа с чувствами, с желаниями, с потребностями и с тем, чтобы снять запреты, которые, возможно, есть у вас, или появились, или есть, на эти самые проявления ваших чувств. Вот так, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.